Из года в год проблемой для города остаются бродячие собаки и коты, а в населенных пунктах, находящихся ближе к лесополосе – лисы. Эти животные – самые рьяные разносчики болезней, которые опасны для жизнедеятельности человека. Одним из заболеваний является бешенство. Бешенство – остроинфекционное заболевание заносной природой с природной очаговостью, вирусной этиологией, с раневым механизмом передачи инфекций, при котором чаще всего поражается центральная нервная система и которая всегда заканчивается летально. К сожалению, лекарств, которые могут вылечить бешенство, еще в мире не придумано, поэтому бешенство, даже если вылечить нельзя, но его можно предупредить путем применения вакцины антирамической, к сожалению, которой у нас сейчас нет на данном этапе, потому что завозилась она из России, пока поступлений с ноября месяца нет. Если вдруг вы оказались укушенными животными, примите первые меры борьбы с вирусом. Вирус во внешней среде крайне неустойчив, погибает мгновенно. Человеку необходимо сразу раневую поверхность обработать мыльным раствором, обработать йодом и обратиться в травматологический пункт для оказания квалифицированной медицинской помощи. Резервуаром вируса бешенства в природе являются, как правило, плотоядные животные. В отдельных случаях мелкие хищники, грызуны, летучие мыши. Бешенство обусловлено длительным вирусоносительством у зараженных животных. Заведующий травматологическим пунктом призывает быть внимательным, находясь на улице. Хотелось бы предупредить и население, и особенно родителей детей. Если там животные, особенно весной, начинают формировать стаи, у них проявляется агрессия весенняя, у них начинается гон, поэтому лучше обходить. Если человек видит, что приближается там стая, лучше ее обойти стороной, чем подвергнуться укусам. Любой ребенок пытается погладить животное, пытается как-то к нему приблизиться, и иногда такие случаи заканчиваются, конечно, печально. Происходит укус. В экстренных случаях мы отправляли пострадавших, у которых было подтверждено, что бешенство это животное, отправляли в Российскую Федерацию. Россияне не отказывают в предоставлении медицинской помощи. Единственное, конечно, что туда надо будет ездить не менее шести раз. Но в Куйбышево не отказывают. Это отправляли. И на Вашахтинск, это ближайший район, куда можно обратиться. На руки вакцина не продается, не дается. Поэтому, если человек обращается, есть нужда в лечении, то лечатся они там. Ну, приходится шесть раз туда ездить в течение трех месяцев. Не стоит пренебрегать советами врача. Будьте осторожны в общении с животными. Нет ничего дороже собственного здоровья и здоровья близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова